У каждого из нас Природное любопытство, любовь к путешествиям и профессия помогли и нам найти такое место. Открылось оно не сразу. Мы ездили, ходили, изучали, снимали. Конечно, не увидели половины, узнали малую часть, но поняли, ощутили. Вот оно. То самое место. Наше место. Наша Ладога. Впервые мы поехали на Ладогу зимой. Мчались по заснеженному лесу, огромному, гулкому, торжественному. Мороз был, что надо, градусов 25. Быть может, для кого-то эта температура покажется не столь серьезной, но если упомянуть о влажности в 87%, знающие люди поймут. Самым холодным считается восточный берег Ладоги, а февраль – самым холодным месяцем в году. И вдруг кто это? Бобр. Бобр. Не спится ему уютненько в своей хатке. Занимается своими важными бобровыми делами. На деревьях видны свежие погрызы. Попробовал, но не свалил. Может, по вкусу не подошли. Нас заметил, знакомству не обрадовался. Но мы и поехали дальше. У него свои дела, у нас свои. У нас дорога на Ладогу. Но ехали мы дальше с оглядкой. Может, еще кто-нибудь на пути встретится. Хотелось нам свести знакомство с коренными жителями при Ладожье. И представьте, повезло. Стадо кабанов старательно кормилось на опушке. Гон у них прошел в ноябре, в январе, так что встретился нам по пути гарем. Победитель и три самки. Какие-то самки беременны, какие-то нет. Тем, кто носит потомство, еда в первую очередь. Тем, кому не повезло, по остаточному принципу. За порядком строго следит кабан. Зимой ведь еду добывать нелегко. И пищи маловато. И снег мешает. Порадовались мы этой встречи. И решили для себя, что обязательно продолжим знакомство потом. А сейчас вперед, вперед, к Ладоге. И вот, наконец, она огромная, белая, спящая. Когда наступает весна? По календарю в марте. Ответ, казалось бы, очевиден. Но для Ладоги март незакон. Бельки, рожденные в конце марта, начале апреля, делают свои, если так можно сказать, первые шаги еще по крепкому ладожскому льду. Полное очищение озера от льда произойдет только во второй декаде мая. Но местному птичье, звериному народцу, ни снег, ни лед, ни помеха встречать весну. И каждый ей по-своему радуется. И у каждого свои заботы. Первонаперво, конечно, подкормится. Андатра зимой двигается и кормится подо льдом. Но на солнышке и прошлогодняя травка вкуснее. Деловитый бомбар перед работой перекусывает неспешно, обстоятельно. Ему пора платьину подновлять и ремонтировать. Ни сна, ни отдыха не знают красавцы тетерева. Зиму перебедовали, дождались весны. И такуют, атакуют. Без устали плетут свой замысловатый танец любви. А уж когда донесутся до слуха торжественные трубные крики серых журавлей, всем становится понятно. Началась настоящая весенняя симфония. Прилетели кулики. Маленькие птицы преодолевают огромное расстояние от места зимовки. Спешат, торопятся. И гонит вечный инстинкт продолжения рода. И вот оно, долгожданное романтическое свидание на закате. Конечно же, прилетели и утки. Им надо оглядеться и решить, то ли здесь остаться, то ли дальше лететь. Хлопочут, проверяют. Укромные места для гнезд ищут. И на дно надо заглянуть, хватит ли корма. Конечно, от хлопот и отдохнуть хочется. А спят в полглаза. Чуть почудилась опасность, свечой в небо. Многие потом вернутся и останутся на все лето. А вот гуси задержатся здесь ненадолго. Их путь лежит на север, на побережье Белого моря, в приполярную тундру полуострова Ямал и на скалы архипелага Новая Земля. Гусиные стоянки в Приладыжье считаются самыми мощными в Европе. Каждый год за период весенней миграции здесь делают остановку до 150 тысяч водоплавающих. Гуси останавливаются, чтобы передохнуть и набраться сил для дальнего пути. И вот, наконец, вступил в весеннюю мелодию свадебный хор. Лягушек и бобр выплыл на вечернюю проверку своей акватории. Бобры отличные пловцы и ныряльщики. Их роскошный густой мех плохо намокает и помогает сохранять тепло даже и в ледяной воде. Бобр может не появляться на поверхности 10-15 минут, проплывая при этом до 700 метров. Навестили мы бобра и пошли в лес на поиски уже знакомого нам семейства кабанов. Как и ожидалось, у них прибавление в семействе. Три поросенка полосатые и похожие на желуди бегали по полянке. С каждым днем малыши будут прибавлять в весе. Уже к месячному возрасту научатся пятачками рыть землю и добывать корешки упитанных личинок, насекомых и дождевых червей. Поросяты игривы и любопытны. Любят побегать, побороться друг с другом. Проголодавшись, подбегают к голове свиньи и дотрагиваются до пятачка матери. Если время кормежки еще не подошло, мать с излишней суровостью погонит неугомонных. Ну и ладно. Ай да, ребята, в чехарду поиграем. Так время до кормления быстрее пройдет. И все же игра игрой, обед по расписанию. И уж будьте уверены, ни один поросенок своего не упустит. Вот такая кабанья семейка живет на территории Ладожского бассейна. Здесь надо дать пояснение, что такое бассейн, озеро. Все очень просто. Это площадь его водосбора. Ладожский бассейн довольно велик. Его площадь более 250 тысяч квадратных километров. В этом бассейне около 50 тысяч озер меньшего размера, много болот и 3500 рек. Общая протяженность рек 45 тысяч километров. Наибольшие притоки – реки Свирь, Волхов и Вокса. А есть еще несчитанное число маленьких речек и ручейков. Все вместе они служат основным источником питания озера. А многочисленные болота и озерные системы бассейна регулируют сток Владовского озера и его водный режим. Ладожское озеро – самое большое озеро Европы. Его площадь – 18135 квадратных километров. Наибольшая глубина – 230 метров. Длина береговой линии – 1570 километров. Чаша озера вмещает 908 кубических километров воды. Ладога – самое крупное хранилище пресной воды в Европе. Для всех водоемов, входящих в европейскую систему великих озер, кроме Псковска-Чудского, Ладожское озеро является замыкающим. То есть сток из трех озер Эльменского, Онежского и Финского озера Сайма впадает в Ладогу. Ладожское озеро – озеро молодое. На его геологическую историю повлияло два фактора – тектонические процессы и деятельность ледников. Всего 12 тысяч лет назад на этом месте плескалось огромное древнее Карельское море, которое, по некоторым гипотезам, имело связь и с Белым, и с Балтийским морями. Ледник продолжал таять, а над уровнем моря медленно поднималась территория нынешней Карелии. Связь с Мировым океаном была потеряна. Образовалось Балтийское ледниковое озеро, которое состояло из нескольких обособленных плесов. Один из них был Ладожский. С этого времени Ладога существует как холодноводный пресный водоем. С самого начала самостоятельного существования озера берега его начали интенсивно подниматься. Но повышение это происходило неравномерно. Северная часть поднималась быстрее, чем южная. В результате сток Ладожских вод через Карельский перешейк прекратился. Озеро превратилось в бесточный водоем и начало переполняться. Около трех тысяч лет до нашей эры уровень воды превышал современный на 21 метр. Наконец, вода в Ладоге достигла высоты водораздела и перелилась через него. Так около одной тысячи ста лет до нашей эры образовалась река Нева. Это единственная река, которая вытекает из озера и впадает в Финский залив. Своеобразие Ладожского озера в том, что северная его часть лежит на Балтийском кристаллическом щите, а южная в пределах русской платформы. Этим объясняется разнообразие ландшафтов, растительности, животного мира. Пластические синие глины настолько тонко зернистые и жирные, что их иногда употребляли взамен мыла при стирке белья. Это древние отложения русской платформы. А еще дюк Ладоги изобилуют песчаными пляжами и дюнами. Когда отсюда уходили воды озера, возник уникальный рельеф береговые валы, мы нашли на берегу Ладоги естественную модель этого рельефа. Береговые валы это песчаные гряды. Вынижение между валами превратились в болото, а сами валы заросли лесом. Конечно, медведь ничего не знает про уникальную ландшафт. Это просто его родина, где хорошо и привольно живется косолапому. Впрочем, как и другим большим и малым обитателям Южного Приладожья. Соседствует не так, чтобы мирно. Само собой, не играть птенцу-рябчика с лисятами. А у лисенка обиженный вид. Непонятно ему малому, почему не поиграть. Так и кажется, что сейчас маму позовет и пожалуется. А мама тут недалеко охотится. Не уберечь малой птахе своего птенца от лисы. Ну и то, если здраво рассудить, что делать, когда в семье пять голодных ртов, которые сами себе пропитание не добывают. Пока еще лисята подрастут, пока научатся охотиться, а есть хочется каждый день. унесла добычу, сама не съела, лесята мне дала, а прикопала про запас. Наиграются, проголодаются, вот тогда и пригодится. И легла довольная тем, что все так хорошо складывается у нее. Карликовая березка соседствует с мощными соснами. Там в кронах притаился глухарь. А собственно почему притаился? Просто сидит, посматривает на всех сверху, хвою поклевывает. Глухарь настоящая лесная птица. Большую часть года ведет наземно-древесный образ жизни, так как кормится на деревьях. Хотя, конечно, может и по земле пройтись чего-нибудь вкусненького поискать. Как-то принято говорить о глухаре, мол, да, птица большая, но какая-то неуклюжая, на индюка, мол, похож. А по нам так царь птица. Красавец, городеливый и независимый. Живет летняя тайга своей жизнью. Красота. И что кабаны в грязи вывалились, тоже красота. А как же им еще за собой ухаживать, особенно в летнюю жару? Не могут они сами себя не вылизывать, не вычесывать. А грязь подсохнет, станет хрупкой коркой отвалиться и избавить животных от паразитов. И клен, и лип можно встретить в тайге в южном Приладыжье. А папоротники здесь такие, словно ты и не в тайге вовсе, а в экзотических джунглях. В таких местах и любят селиться еноты. Животные они ночные, но нежданно, негаданно раздобылись едой. Вот и сна не в одном глазу. Пока не разделят, не съедят, не успокоятся. Настоящий хозяин тайги Камар. Просим любить и жаловать. Не хотите любить? Как хотите. Никуда вам от его гостеприимства не деться. Первым встретит, последним проводит. Вот таким мы увидели юг озера. А теперь наш путь на север. Ладугу можно смело называть озером островов. Если считать только острова площадью больше одного гектара, то их около 660. Сотни больших и малых островов, то скалистых, то покрытых лесом, то почти голых. Такие острова давно облюбовали колонии чайк. гнезда чайки устраивают на земле или на уступах скал. В кладке 2-3 яйца. Насиживают их оба партнера 20-30 дней. Птенцы у чайк зрячие, активно передвигаются уже через несколько часов. Да что там передвигаться? Через день-два способны уже бегать. Обычно они имеют маскирующую окраску. Родители на воде и птенцу тоже хочется попробовать неизвестную стихию. Но вода для него холодновата и приходится поворачивать к берегу. А это залетные гости в наших краях. Канадские гуси. Неизвестно каким ветром их сюда занесло. Но Ладожское озеро им явно понравилось. И хорошо. Полетят дальше, сообщат своим сородичам. Будем чаще их видеть в наших краях. У северо-западного берега находится целое ожерелье островов, заплетенных в сложную сетку проливов, иначе говоря, шхер. Суровый север. Но стоит сойти на берег и приглядеться, откроется другой мир. Какими красками нарисовать ладожские шхеры? Нежно-зеленые березки? Росыпью оранжевых брызг божьих коровок на мшистых серо-черных валунах? Серебристой вязью мхов? нежным нежным пальмом цветом шорстки на брюшке у зайца. надо надо прислушаться чуть-чуть и вы услышите осторожные шаги и дыхание ёжика. Шепот сосеньки насквозь продутый ладожскими ветрами, шелковое трение клубка гадюк и немолчаный ладоги. Так она разговаривает с нами. Она это и головастики в солнечной промоине на берегу. И гранитный валун, и пара крохли задумчивым заливчиком. Ладога насыщена жизнью. Однако суровое озеро не балует своих обитателей. А вот здесь, в Шхерном районе, очень разнообразная растительность, потому что причудливо изрезанные берега прикрыто штормов россыпью бесчисленных островов и рифов. Здесь и поселились макрофиты, колонии цветковых водных растений. Почему растения не растут в обиночку? Чтобы легче переносить неблагоприятные условия, особенно привольно им живется верховер Шхерной части Ладоги. Пологие берега, отмели. И самое главное, богатые минеральным питанием и листые грунты. Что может быть лучше? Ведь некоторые растения заходят в воду на глубину до двух метров. ладоков. Водоем ладоков. Чтобы представить себе степень зарастания водоема, достаточно проплыть на лодке вдоль берега, любуясь кувшинками. Ширина зарастания в шхерной части Ладоги может доходить до семидесяти ста метров. Валаам. Самый большой остров среди пятидесяти островов Валаамского архипелага. Его берега поднимается до сих пор. Таким остров был две тысячи лет назад. Таким тысячу лет. А это современное очертание острова. Каждый путешественник, попав на Ладогу, мечтает побывать здесь. Кому-то может повезти, и он увидит ладожскую нерпу. Ее крупнейшие летние залежки находятся на самых удаленных от Валаама островках. Ладожская кольчатая нерпа – морской реликт и эндемик Ладожского озера. В солнечные дни нерпы любят понежиться под теплыми лучами, забравшись на прибрежные скалы и валуны. И до того это симпатичные животные, что хочется прилечь с ними рядом, погладить, нырнуть вместе, порезвиться вдоволь в воде. Но сделать это, к сожалению, невозможно. Ладожские нерпы очень осторожны, можно сказать, пугливы. А на залежках животные становятся уязвимыми. Особенно со стороны человека. Ладожская нерпа охраняется, и охота на нее запрещена. Но все чаще раздаются голоса о том, что пора регулировать численность популяции. Кто же считает, что с нерпой надо бороться? И почему? Как оказалось, врагами этого симпатичного животного стали рыбаки. Тоже довольно симпатичные люди. И камнем преткновения является, конечно же, рыба. На Ладоге известно 58 видов и разновидностей рыб, включая пять видов вселенных человека. Многие из них являются промысловыми, в том числе и сик, и корюшка, и судак, и многие другие виды. Нерпа тоже питается рыбой. Бывает, что она выедает рыбу из сетей, рвет их, принося значительный ущерб. Отсюда и неприязнь рыбаков к этому животному. Отсюда и голоса о регулировании численности. Сегодня хороший улов. И сети целы. Рыбаки довольны. Их, конечно, понять можно. Работа нелегкая. Рыба достается тяжело. Да и сетей жалко. Только некуда деваться нерпе. И раздаются другие голоса о том, что нерпа гибнет, запутавшись в сетях. О том, что пора бы запретить доступ рыбакам и туристам к побережью островов, на которых располагаются залежки. И, кстати, о численности популяций. Современное состояние популяции данного подвида в достаточной степени не определено. Вот так. И существует реальная угроза исчезновения. Ладырский мир. Велико озеро. А места всем, выходит, не хватает. Орлан-белохвост покидает свои гнезда. Старается поселиться подальше от человека. Рассердится Ладырский. Задует ветрами. Взметнет штормовыми волнами. Напомнит человеку, что не хозяин он здесь, а гость. Вот и мы побывали в гостях у Ладыги. Покидали ее осенью. Прощались с местными обитателями. Чувствовали тихую грусть и благодарность. И знали, что будем сюда возвращаться снова и снова. Потому что у каждого на земле есть свое особое место. Мы его нашли. Нашли. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»